Здравствуйте, друзья! У нас герои наших двух прежних сюжетов из Балашихи. Как правильно, Балашиха или Балашиха? Никто не знает. Вы сгрутитесь, а то у меня так в кадр-то. Ну, чего произошло за несколько дней? Погода не поменялась, солнце светит. А в вашей жизни что-то? В нашей жизни поменялось много. Мы нашли жилье, мы устроились жильем. Ну, скажите, что это было? Это апартмент-комплекс в Сан-Хосе, там же, где мы недалеко первую квартиру снимали. Вот, большой апартмент-комплекс с бассейнами, с большой территорией. И нам очень повезло, у нас Диму не посчитали как человека. И нам сдали... Маленького? Да. То есть, количество, как бы, поголовья, так сказать. Да, везде считают по людям, а там детей до двух лет не считают, поэтому мы сняли 1 бедрумную. Для нас это получилось очень удачно, что мы с собакой. Почем? 2 200 уже со всеми делами. Ну, что такое все дела? Это коммунальные услуги. С коммуналкой, да, и с собакой. И с собакой, и с собакой. За собаку добавка идет, да? Ну, вот за собаку уже, да. Так вот, 2 и 200 как раз уже получился, вот эти надбавки. 130. Я понял. То есть, мы сняли за 2, плюс всякие сервисы. Понятно, понятно. Ну, что же, а комплекс как бы новый, старый какой? Нет, комплекс, та часть, которую мы снимаем, она старая, она там чуть ли не 70-го года постройки. Так. А там вот дешевле квартиры. Ну, хорошо. А она хоть просторная, квартира? 60 метров. У нас дом такая была, двушка. 600 скверфутов. 600 футов, да. Ну, небольшая. Ну, для... Ну, небольшая, да. Комнаты 2. То есть, если она одна бедрумная, то у нас все равно получилась комнат 2. Ну, естественно. Бедрумы или... Да. Ну, ну... Хорошо. Вас узнают на улицах после наших видео. Ну, на улицах не узнают, но много пишут. Пишут. А куда? А, вы же там писали комментарии под видео. В Фейсбук пишут, спрашивают, да. В Фейсбук пишут незнакомые люди или те, кого вы раньше знали? Незнакомые. Чего говорят? В основном предлагают помощь. Очень много хороших людей. Нам приехали в первые дни, прям привезли на дом необходимые нам вещи. То есть, мы не остались без кровати, не остались без кухонных принадлежностей. Нам привезли сразу все. И тарелки очень красивые, посуды. Слушайте, никто такого не рассказывал раньше. Вот я не помню, чтобы кто-то говорил, что, значит, ему что-то привезли, вот так нашли его и что-то привезли. Вы знаете, это опять же может быть теория такая, что мир круглый. Я когда уезжала, я всю свою квартиру раздала. Раздала людям, которые нуждаются. Только машину мы продали. И вот на эти деньги уже, кстати, мы машину здесь купили. Отдельно. Отдельно. Так, что за машина? Это папа расскажет. Так. Ну, я сейчас договорю. Он у него тише сидит. Так. И все вещи, детские вещи, мебель, я раздавала дома, кому нужно. И вот сейчас нам все это здесь вернулось. Нам привезли Диме кровать, нам привезли Диме стул. Незнакомые люди совершенно. Совершенно незнакомые люди. Но вы им сказали, что нужна кровать? Мы показали видео про нас, написали в группе. Видео мое или сами снимали? Нет, ваше. А, окей. Ссылку я дала. Тут мы приехали, есть группа в Фейсбуке, называется «Помогаем нашим». Локальная или? Да, девочки Бээри. А, девчонки Бээри. Вот на ней я написала. И девчонки откликнулись. А там очень активная группа, хорошая. Очень активная. Много что предложили, спросили, что нужно, что не нужно. Мы сказали, мы вот только приехали. Они говорят, сейчас мы вам все соберем. Одеяло, постельное белье, подушки. Здорово, правда? Вы знаете, по круг жизни буду благодарна. Спасибо большое всем, кто помог. Поэтому мы привезли Даше нарядов. Привезли Даше. Наряды мне очень понравились. А вы к парамеру подошли? Да, очень. Мне привезли подушку вот такую круглую, о которой я мечтала чуть ли не здесь видеть. Правда? И я на ней сейчас сплю. Забавная такая подушка. Привезли Диме вещей, Диме игрушек. То есть у нас уже вот все сразу. То, что оно ушло из Москвы, пришло к нам в таком же составе. Даже похожие вещи, даже одинаковые вещи были. Мы очень удивились. Ну что же, хорошо. Ладно, так по-доброму. Мне написал человек в Ютубе, который живет в Санта-Крус. Отсюда вот 45-50 минут езды на океане. Написал человеку, я очень хочу дружить вот с этой семьей, дайте им мои координаты. Говорит, на видео не показывайте, а вот индивидуально и e-mail дал. Ну, мы будем дружить. Мы уже даже настолько подружились, что нас приглашали здесь в гости. И мы уже ездили к прекрасным людям в гости в горы. Смотрели природу местную. Нас угощали с шашлыком. Сережа. Я не знаю, нас возили. Нас возили вот так высоко. Долго ехали? Ну, минут 40 ехали. А, так это вы, наверное, в Санта-Крус и ездили? Ну, возможно. По такой серпатинной дорожке? Да, по серпатинной дорожке. Это вы ездили в Санта-Крус? Очень там большие сиквои. Хорошая природа. Нас накормили вкусным мясом. Познакомились с людьми. И уже мы со всеми общаемся. Ну что же, отлично. Отлично. То есть вы примерно в тех местах и были. Может быть это те же люди. Я даже не знаю. Может он мне написал, а вас где-то на Фейсбуке. Мы с женой его, с Юлей списались. Ну что же, хорошо. То есть у вас веселая житухость. Девочка в школу не ходит? Девочку оформляем в школу. Мы уже сделали медстраховку. Сегодня были у врача в понедельник. Записали. Здесь все не быстро. Надо прийти, записаться. Не быстро, но надежно. Надежно. Вот сегодня мы были. Где-то в среду или в четверг я могу уже пойти. И в какую школу ты идешь? Я не знаю. В какую-нибудь запишут, что я иду. Ну, правильно. Место, где мы сняли, несколько школ рядом. И все они девятибальные. Сказали, что это очень хорошо. Это очень неплохо, да. Хорошо. Теперь что же. Что-то вот за первую, там, ну, уже больше недели, да? Вы уже сколько здесь? Наверное, неделя как здесь. Неделя как здесь. За эту неделю как здесь. Есть какой-то опыт такой, которым хочется поделиться, сказать, ребята, а оказывается вот так? Ну, вот я уже поделилась, что оказывается так, дело людям добро, оно к тебе вернется. Это мы поняли. А вот именно на местности что-то такое. Вот из опыта как бы иммиграции. Мы поняли про Facebook, мы поняли это все такое, да. Оказывается, люди часто по-другому живут. Надо смотреть, наверное, заранее, кто где как живет, а не удивляться здесь. Что ездят здесь по-другому, продукты здесь по-другому. Если бы я знала это, я бы, наверное, дома поизучала. Если бы вы видели, как я еду, то вы должны были сказать, смотри, они же не так ездят, как вот у нас там ездят. Никто не поделизает. Пока не поедешь, пока не поедешь. У нас нет полос, которые посередине, на которые нужно выезжать, чтобы разворачиваться. Я, например, к ним вообще не привыкла. Мне кажется, что в лоб в лоб едут, и я пугаюсь, когда еду по полосе навстречу. Так, Дашенька, что-нибудь такое из детских впечатлений? Как вообще в целом? Не знаю. Ну, мне кажется, мне очень страшно идти в школу, я разговаривала. Ну, не разговаривала, просто папа, когда записывал меня в школу, спрашивал, что надо. С ним разговаривали по-английски, я вообще ничего не поняла. Ну, это быстро произойдет. Ты через пару месяцев будешь говорить, главное, русский не забудь. Потому что с английским у тебя проблем не будет. Это да. Это кажется, что да. А потом раз, и говоришь там, где, там, где, говорит, не знаю, книжка. А говорит, вот, говорит, посмотри битвин, телевизор и тумбочка. Да я шучу. А, бывает такое. Уже получается. Так. Ну, иногда. Теперь на папу переключаемся. Нет, подождите, давайте останемся на Даши. Чего? Подарок сразу вручим, а может и вручим. А, давайте мне подарок. А может быть вручим. Та-та-та-па-па-пум. А может не подарок. Вот такой подарок. Мама. Для вашей. Это похоже на шлем пилотский. Да. Да. Так, друзья. Шлем. Я боюсь, как бы он маловато не оказался. Нет. Такой утепленный. Ну, это на Дашу больше, конечно. Не слышно ничего. Ну, это не дай бог на зиму холодно. Нет, нормально такое. И на джип-маркет. Так. Это у нас шлем пилотский. Какой-то рубль серебряный. СССР. Это советский? Нет. Советский рубль. Фестиваль какой-то на нем. Фестиваль, да. Молодежи был. Молодежный фестиваль. 57-й год. Да. Окей. Юбилейный. Это временные монетки. Это может быть их сейчас стали делать. Уже в нашей реме не было никаких рублей. Нет. Это из нашей коллекции. Вы знаете что? Тогда рубли другие были. Деньги другие были тогда. Так. Это монетки на счастье. Михаил. Монетка написана Михаил. А это монетка написана Светлана. Это прикольно. Это обычный рубль. Видите? Счастливый рубль сейчас называется. Вот это рубль. Да. Вот это вот странная. Значечек означает рубль. Вот это полтора цента. Так. Значит. Ну а это точно налить? Пилотка. Не скажите. Это ж просто сверху. Нет. Ну конечно это ж не кипа. Видите. Так вот. Ой мое. Друзья. Бурите когда головные уборы. Смотрите чтоб размер был 60. Ну нет. Но раньше этого не говорили. Можно так вот. Да. Перед нами летело несколько евреев. Так. Пилотка. Нет. Они летели в кипах. Но все были коротко стрижены. Мне кипы дарят. Вы не всякие в каком количестве. В 10 часов пытался понять. Как же они надо держаться. Да. На прищепке. Нашел прищепку потом. А ну вот. Вот это вот в тему. Рубашка белая. Сиди рядышком. Да. Зарница. Ну и сейчас. Так. Постой. А вот тогда шлем одевать. Давай. Тебе пойдет. Так. Вот так. Вот так. Прямо. Давай будем с тобой вместе горно держать. Вот. Ой как. Все. Селфи сделано. Значит. Связь поколений установлена. Ну мы взяли C-Max гибрид. Чего? C-Max. Ford гибридный. C-Max? Да. Это такой. Что такое C-Max? Буквы как там? Как C. C. А. C-Max. Окей. Так. Это собачку. Уйди ласточка. Только не облизывай микрофейд. Объектив не облизывай. Такой. Похож на белочку. Хе-хе. Похож на белочку. Ну и собственно все. Мы взяли его у дилера. После лизинга машина. Трехлетняя. То есть она молодая. Но наехавшая там. Да. На ней в районе 60 пробегов. А 60. Так. Ну хорошо. В лизе обычно их... Слушай, 60 это много. Ну прилично. Поэтому около 10 тысяч она стоит. А так сколько новая? Ну новая там за 20. От 20 до 30. Ага. Так как чтобы диапазм большой. Ну вы довольны короче машинкой? Да. Да. В нее не влезает ковер, который мы тут... Ну даже ковер утрамбовали в итоге трехметровый. Сложили просто. Да. Так. Так. Ну чего же. Я смотрю, что из вас самое довольное лицо у Даши. Она такая ласточка. Сейчас в школу пойдешь. Тут дети в школу... А мне страшно даже. Слушай, да. Дети в школу бегут. Они говорят, вот каникулы надоели, в школу хочу. Иногда я тоже в другой... Я во многих... Ну не во многих, а в двух школах училась. В одной из них в Нижнекамске я там только на месяц осталась. Так. И мне там очень нравилось. Я встала в 6 утра и училась в субботу. Так послушайте, а это Нижнекамск, там прямо Кама, река Кама? Да. Так это в какой-то республике автономной или что? Татаре. А это в Татаре. В 300 от Казани. Ну нормально там? Да, у нас там... Нормально, только холодно. Ну что же, ребята, я за вас рад. А вы пришли что-то... Мы пришли записаться, заплатить... Нет, ССН нам так и не пришел. Пока мы только номера узнали. Ладно, друзья. Давайте мы так вас сгруппируем. Вот. Вы у нас популярные такие на канале. Хоть и из Москвы, конечно. И собака у вас с недобрым московским выражением морды. Да, да. Но зато на Фейсбуке вы популярные. Вот так сейчас собачка. Все раз всем спасибо, кто нам помог. Спасибо большое. Дай Бог здоровья. Вот. А вы тогда уже эстафету передадите потом. Конечно. Всего счастливо. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок